Всем здрасте! У нас опять встреча по сетям в Linux. У нас, как вы помните, мы поговорили об уровне интерфейсном. Задачами этого уровня было подключение нашего компьютера к среде передачи данных. А сегодня мы с вами начинаем говорить об уровне сетевом, в котором задача, как вы помните, две. Задача переименовать все компьютеры в нашей глобальной сети. То есть, фактически, мега задача собственной организации глобальной сети, это значит объединение разных сред передачи данных в одно некоторое такое живое пространство. А это, в свою очередь, значит, что мы должны заново решить задачу идентификации наших абонентов глобальной сети в глобальном масштабе. Нам нужно, чтобы любой абонент, условно говоря, интернет, был как-то идентифицирован. Мы могли его найти. Это еще называется словом адресации, и отныне мы будем пользоваться именно понятием адрес, когда будем говорить про тот самый глобальный идентификатор. Для того, чтобы решить задачу глобальной идентификации, надо понять, что вообще такое представляет собой адрес. То есть, не просто разработать, ну там, условно, у каждого компьютера в интернете есть свой номер. А еще разработать какую-то архитектурную картинку с этим связанную. Например, которая потом будет помогать нам решить задачу номер два, задачу, собственно, построения, обеспечения возможности доставки. Так вот, нам нужно придумать, что это за адрес. И, как бы, вторая подзадача, это как эти адреса потом раздавать в масштабах интернета. Потому что тоже задача непростая. На самом деле, интернет большой, адресов много. По какому принципу, кому будут доставаться какие адреса, вопрос очень интересный. Правда, мы его сегодня не рассматриваем. Времени не хватит. Я думаю, что про то, как раздаются IP-адреса, вам рассказывали на лекции по сетям. Поэтому, в общем, это не так важно. Важно только то, что вот эту задачу тоже нужно решать. И если мы собираемся глобально, в масштабе всего мира, перенумеровать все наши компьютеры. Кстати сказать, эта задача не обязана решаться таким образом, что есть где-то какая-то организация, которая выдает кому-то некоторый диапазон адресов. И вы, зарегистрировавшись в этой организации, считаетесь ее, так сказать, владельцем этого диапазона. Может быть и какой-то другой механизм, например, если этих адресов бесконечно много, то их можно как-то автоматически себе присваивать, или их можно как-то генерить из номеров устройств. В общем, вариантов много. Для IPv4 классический вариант это, разумеется, получение такого адреса в регистрирующей организации. Здесь кто-то из моих коллег... Ух ты, интернеты, вернитесь. Ну, в любом случае, читать РФЦ нам будет достаточно утомительно, поэтому это всего лишь ссылки. Здесь кто-то из моих коллег постарался, не помню в каком году можно посмотреть в истории, и снабдил наш разговор об адресации, о протоколах уровня 3 в IPv4. Вот куда он делся? Значит, снабдил ссылками на соответствующие РФЦ, которые есть в пространстве мировом, и, в общем, с давних пор существуют. Но читать эти РФЦ мы с вами не будем, они действительно достаточно толстые. Вот. Правда, что-то сайт лежит. Или недоступен отсюда. Непонятно, что у нас с интернетами творится нынче. Давайте посмотрим, что у нас творится нынче с интернетами. Тем более, что тема сегодняшняя подразумевает, подразумевает, что мы так будем делать. Оу, зациклилось! Как интересно. Где-то мы, значит, утонули в недрах интернетов, в Камкаст, Нете, и там и застряли. Интересно. А куда еще могу зайти? В какое-нибудь место? Ну, хотя бы на греб, но... Там, я думаю, будет такая же фигня с трейсрутом. Сейчас, давайте посмотрим. Я это делаю не потому, что мне лень, а потому, что мы используем утилиту трейсрута, работе которой мы будем сегодня разговаривать. Нет, та же самая история. Это какой-то провайдер. Такое ощущение, что у меня рабочую машину остановили мою. Это нехорошо, надо ее поднять. Ну, ладно. А, это не то. Ну, хорошо. Давайте отсюда трейсрут сделаем. О, и там же застрял. Короче, это, наверное, проблема на их стороне. Ну, ладно, что делать. Будем жить без них пока. Вот. Значит, бог вы с ними. Возвращаемся к нашим баранам. Итак, IPv4 описывается вот этим рывцем, я так сильно подозреваю. Мы его не можем найти на сайте ETF. Можем и найти где-нибудь еще. Да, и точно. Вот он. С тех пор было очень много всяких модификаций и всего остального. Вот. Но мы с вами прекрасно знаем из курса, из курса по сетям, что структура адреса, структура адреса IPv4, это 4, 4 актета, что ли, да? 4, 4 байта. Вот оно. Вот, собственно, вот это и есть IP-адрес. Да, вот. Эти 4 байта воспринимаются на самом деле как... Сколько там получается 4 байта? 32 бита, да? Как 32 бита. Да вот. Эти биты означают уникальный адрес нашего абонента в сети, из чего следует, что абонентов в сети может быть очень мало. Прям очень мало. Ну, типа, 32 бита, это же, ну, вот. 4 миллиарда, но на самом деле гораздо-гораздо меньше, потому что очень много уйдет на инфраструктурные штуки. Но, когда все это изобретали, считалось, что 4 миллиарда – это запредельно много, просто несоразмерно тем трем компьютерам в интернете, которые тогда были, или десяти. Вот. Соответственно, мало того, что на самом-то деле вот эти 32 бита представляются как старшие биты – это так называемый адрес сети, а младший – это адрес абонентов сети, еще и вот эти старшие биты могут интерпретироваться немножко по-разному, в зависимости от того, где там нулики стоят. Вот. Значит, ну, для начала. Итак, адрес сети плюс адрес абонента – это просто вот у нас идут нолики и единички, часть из этих ноликов и единичек в старшей половине считается адресом сети, остающийся адресом абонента внутри этой сети. Вот это разделение полного IP-адреса на адрес сети адрес абонента нужно для того, чтобы потом легко организовать процесс маршрутизации. Считается, что абоненты, находящиеся в одной и той же сети, то есть те, у которых адрес сети совпадает, находятся в одной и той же среде передачи данных, и поэтому пакеты, предназначенные для таких абонентов, можно смело пересылать, заворачивать в фрейм и пересылать конкретно абоненту-получателю. Вот. Ежели адрес сети у отправителя и получателя не совпадает, это означает, что они находятся в разных средах передачи данных, и это означает, что между отправителем и получателем будет еще какое-то количество пересыльщиков, которые пересылают эти пакеты, маршрутизаторов, которые маршрутизируют эти пакеты дальше. Задача маршрутизации – это вторая половина задачи, которая перед нами стоит. Задача маршрутизации – это задача придумывания, как вообще доставлять пакеты из любого места интернета в любой. То есть мы не мало того, что идентифицируем все абоненты, мы еще говорим, по какому алгоритму можно бы доставить пакет, а у нас сеть с разделением пакетов, от отправителя-получателю, в случае, если отправитель и получатель присоединены к различным средам передачи данных, и между ними еще этот пакет должен как-то пересылаться. Вот эта задача маршрутизации делится тоже на две части. Первая часть – это как вообще определяется маршрут. Он может определяться динамически. Мы получили пакет и думаем, куда же его переслать. А может определяться, наоборот, статически. Были тогда иногда сети, в которых достижимость всех абонентов при отправлении пакета с данного представлялась в виде такой статической таблицы. Кому пересылать, кому дальше пересылать, кому дальше пересылать, и в кого, в конце концов, попадет. Задачу простроения маршрута можно решать по-разному. Таблицы маршрутизации – это не то и не другое, потому что сам алгоритм маршрутизации более сложный. Но они имеют отношение именно к динамическому построению маршрута. Вы правы. Сами таблицы маршрутизации, как правило, более-менее статические. Мы сегодня это увидим. Ну, вот в простейших случаях. Статические – это получается от источников, да? Да, но статически они в том смысле, что мы взяли, настроили маршрутизацию там на нашей машинке, и она никогда не меняется. Но мы не знаем всех маршрутов в интернете, безусловно. А все маршруты в интернете – это как раз определяются динамически путем принятия решения на каждом следующем хобби. Вот. Вторая проблема, связанная с маршрутизацией – это проблема связности, достижимости. Потому что, как мы только что заметили, да, как мы только что заметили, мы просмотрели некоторые, мы обнаружили интернет в состоянии, когда некоторый хост, некоторый абонент, к которому мы пытались приконнекнуться, недостижим с нашей машины, потому что пакеты где-то гуляют по циклу внутри вот этой вот сети. И вот за 30 хоббов они не доходят до адресата, после чего процесс останавливается. Кстати, почему 30 хоббов, мы тоже сейчас посмотрим. Такое вот безобразие. Вот. Вот вторая задача – это предотвращение тех ситуаций, к которым мы сейчас с вами попали. да, мы должны так организовать наш глобальный интернет, чтобы, грубо говоря, ну, в идеале, любой абонент интернета в любое время мог достучаться до любого другого абонента, и вот это вот обеспечение достижимости должно быть как-то прописано. Вот такая, значит, задача перед нами стоит в случае маршрутизации. Вот. Возвращаясь к IP. Итак, мы посмотрели на структуру IP-адреса. Она, это просто, просто, значит, у нас есть IP-калка здесь? У нас здесь нет IP-калки. IP-калка у нас есть в виртуалке. Сейчас, давайте. А, нет, вы быканивайтесь. А, это Греб, господи. А, IP-калка тут тоже есть. Вот. Ну вот, давайте посмотрим. Вот мы пытаемся тресрутить tools.etf.org, давайте посмотрим. Вот. Значит, с непонятным, совершенно, с непонятным на сегодняшний день опломбом IP-калка решил, что у этого IP-адреса вот это адрес сети, а это адрес абонентов сети. Вот. Почему он так решил, расскажу чуть позже, но вскользь. И, соответственно, адрес сети получается у нас 50, 223, 129, 0, а адрес абонентов сети соответственно 194, да. Значит, такая сеть, у которой один байт на адрес абонента уходит, в ней может быть не больше 254 абонентов, потому что 255 это широковещательный адрес, с помощью которого рассылаются пакеты всем абонентам нашей вот этой вот сети, да, а 0 это адрес самой сети. Значит, 254 штуки там может быть абонентов. Вот. Но из каких соображений было принято решение, что именно 24 бита отводятся на размер сети, вопрос сложный, потому что в современном мире, значит, когда изобретали IPv4, действительно по тому, как устроен адрес сети, можно было понять, сколько в этой сети абонентов. например, если первый бит 0, это была сеть класса А, если первый бит единица, второй бит 0, это была сеть класса Б, и у него, соответственно, сетевая маска была длиной не 8 битов, а 16, а если первых битов 2 единички 0, то это сеть класса С, и у него, значит, отводится сетевая маска, соответственно, 24 бита, а на адрес абонента отводится только 8. Вот. А как вы правильно сказали, если в начале 3 единички 0, то это сеть класса D, и вообще не сеть, а мультикасс. Вот. Ну, в смысле, диапазон адресов, предназначенный для множественной рассылки. Ну вот. Все это давно отменили, поэтому я пытался это вспомнить судорожно, и, видимо, вспомнил правильно, но что-то пошло не так. Вот. Все это давно отменили, потому что в современном мире вы можете сколько угодно битов выделить на адрес сети, и сколько угодно битов оставшихся выделить на адрес абонентов сети, за исключением двух случаев, когда этих адресов просто тупо не хватает. Да? Вот, если вы, например, делаете адрес абонентов сети, делаете сетевую маску вообще 32, то есть, то у вас получается сеть, все 32 бита которой являются адресом сети, а абонента в ней как бы адреса не имеют, зато он там ровно один. Зачем такая сеть нужна, мы сегодня посмотрим. Да? Еще есть отдельный РФЦ 3021, в котором описывается, что делать с сетями, которые слэш 31, в которых ровно один бит. Вот. В таких сетях, если интерпретировать это как обычный IP-адрес, один, только один бит на адрес абонента, и ноль, по идее, должен быть адресом сети, а единичка должен быть, по идее, широковещателем. Но поскольку все это бессмысленно для ситуации, когда у вас всего два адреса в сети, да, то такие сети используются совершенно специальным образом для ситуации point-to-point, когда у вас есть два, ровно два абонента в сети, их можно выделить вот такой диапазон адресов, слэш 31, и один из них будет четный, другой нечетный, и все. Потому что ее можно было использовать. Зачем ее запрещать, если ее можно использовать? Вот. Ее можно использовать как раз в том случае, когда вам вообще не нужна сетевая маска, ибо у вас всего два абонента. Вот. Для определения можете за... Ну, да. Вот. Как видите, всевозможных иных структур IP-адресов, которые соответствуют не просто IP-адресу, а чему-то чему-то в интернете, чему-то специфическому, довольно много, что превращает общее количество абонентов IPv4 из 4 миллиардов, в общем, в довольно такое небольшое число, которое, как известно, лет 10 назад уже закончилось. Свободных IP-адресов нет, их можно только добыть сбоем, украсть, переполучить у кого-то, у кого их слишком много. Ну, вот такого суда. Вот. То есть, смотрите, тут есть и адрес для... Помните, у нас loopback-интерфейс всегда имеет адрес 127.001. Так вот, в действительности, целая сеть, вся сеть, начинающаяся на 127, это сеть класса 8, она вся принадлежит loopback. есть много всяких private use-адресов, это адреса, которые мы можем выдавать сколько угодно раз одинаковые своим машинам, потому что они все равно в интернет не уходят. Все наши машины в виртуалке, кстати, имеют такие адреса. Вот. И куча всяких других интересных штук, вот, о которых мы поговорить не успеем. Да, значит, давайте посмотрим... А, да, значит, помимо этого, есть еще понятие time-to-leaf. Кстати сказать, именно понятие time-to-leaf использовалось утилитой traceroute во всю голову. Мы это посмотрим чуть позже. И в частности, именно поэтому, несмотря на наличие вот этого цикла, утилитой traceroute просто закончил свою работу. Дело в том, что пакет, который отсылается вашему абоненту, получателю, имеет поле айпишное time-to-leaf, которое обычно равно, я не помню чему, типа 64, чем-то такому. Вот. И на каждом маршрутизаторе, который перекладывает ваш пакет из одной среды передачи данных в другую, это поле уменьшается на единичку. Это нужно для того, чтобы, например, определять, как долго пакет прыгал по этим самым хопам, а еще для того, чтобы определять циклы. Если у вас есть маршрутизаторы, настроенные так, которые по кругу друг другу передают пакет, если они при этом уменьшают, как это полагается по рывце, уменьшают time-to-leaf, то в конце концов time-to-leaf этого пакета станет равен на нулю, и он никуда не пойдет. Наконец-то. Вот. Такой простейший способ избежать циклов. Вот. В частности, трейс-вуд очень сильно пользуется этим полем time-to-leaf, но мы это посмотрим уже живьем, глазами в ТСП-дайпе. Никто. Предполагается, что так не будет. Почему? Потому что у вас как это, логарифм великая вещь. Да? Если вы объединяете, у вас некоторый провайдер объединяет несколько сетей передачи данных, а некоторый как это сказать, какой я правильно слово, оператор объединяет несколько провайдеров, а некоторый всемирный бэкбон объединяет несколько операторов, то хопов получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мы не можем это проверить, потому что пакеты не доходят. Но я думаю, что не существует, потому что это еще и очень медленно, и, ну, в общем, там, как раз только восемь, ну, в общем, пять битов или сколько, шесть, шесть, да? Поэтому нет, нет. Ну вот, это можно посмотреть, но сейчас мы этим заниматься не будем. Значит, что еще, прежде чем мы будем заниматься практикой, какой еще бла-бла следует рассказать? Есть такой протокол, который мы тоже посмотрим, как работает, он называется адрес Resolution Protocol, вот, ARP, который, ARP, предназначен для превращения более высокого адресов более высокого уровня в адреса более низкого уровня. То есть, в нашем случае IP-шник в MAC-адрес, но не обязательно так, да? В принципе, ARP разработан и переработан так, чтобы он мог что угодно в что угодно превращать. Понятное дело, что превращать будет то сетевое устройство, тот компьютер, который подключен к сети. Вот. В чем проблема? Мы знаем IP-адреса, мы по сетевой маске определили, наложили сетевую маску на IP-адреса, наложили сетевую маску на собственное IP, определили, что он находится в локальной среде передачи данных, то есть, в Ethernet-сегменте. Вот. И пора бы, вообще говоря, посылать ему фрейм, этому адресату. Только мы его MAC-адреса не знаем. С какой стати мы должны знать MAC-адрес произвольного компьютера, подключенного к нашему Ethernet. Поэтому мы посылаем специальный протокол сетевого уровня, в котором написано, а может быть, интерфейсного, фиг знает, он, например, где-то посредине лежит, в котором написано, значит так, IP-шник адресата я знаю, MAC-адреса адресата я не знаю, он широковещательный. Кто-нибудь, ответьте, кто из вас является там IP-шник такой-то. И кто имеет такой IP-шник, отвечает, это я. Маршрутизатор, который вам известен, потому что есть небольшая инвестиция, не-не-не-не-не-не, маршрутизатор этим не занимается. Это, значит, должен абонент локально ответить ваш конкретный это мой IP-шник. Когда он отвечает это мой IP-шник, в его фрейме написан его MAC-адрес. И вот этот MAC-адрес это и есть то, чего мы хотим. Составляем таблицу, эта таблица некоторое время живет, потом устаревает, потому что компьютер можно подключать, включать, ну и так дальше. Еще один протокол уровня IP, уровня сетевого. Это служебный протокол ICMP, да, интернет контрол месседж протокол, контрол, 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 вот, который предназначен для того, чтобы рассылать всевозможные информационные сообщения о том, как у вас работает интернет. Вот. Например, трейс-рут, которому сейчас пользователь работает так. Он отсылает пакет с тайм-ту-лиф равным единице. На первом и следующем маршрутизаторе тайм-ту-лиф пакета ставит равен нулю, становится равен нулю, и маршрутизатор ему возвращает ответ. Пакет не дошел, возвращает оно с помощью уведомления по протоколу ICMP, разумеется. Тогда трейс-рут генерирует пакет с тайм-ту-лиф равным двум. Первый маршрутизатор он проходит, а второй маршрутизатор, на котором тайм-ту-лиф станет равен нулю, говорит, пакет не дошел. Отсылает специальное ICMP сообщение. И так до тех пор, пока пакет не дойдет. А в нашем случае, как видите, он за 30 хопов так и не дошел. Это, кстати, означает, что утилита трейс-рут в действительности не показывает маршрут вашего пакета. Потому что, например, за время трейс-рута, маршрут может перестроиться. И когда вам, скажем, пятый хоп вернул, что это он, то, когда вы послете следующий пакет, шестым хопом может казаться совершенно по-другому пути. Потому что ваш провайдер, например, продумал, ну, начал, ну, например, все ломанулись на этот сайт, и вы его трейс-рутите, и в результате там что-то соптимизировалось, ну, вот, маршрут перестроился. То есть каждый возвращаемый очередной пакет от трейс-рута это свидетельство о том, докуда в этот раз он дошел. Вот. В эту же интересную тему ложится такая штука, как Pathfinder Discovery. Pathfinder Discovery это нет тут по-русски. Нет тут по-русски. Это такая простейшая техника, чтобы избежать фрагментации пакетов в сети. Мы знаем, что в IPv4, поскольку мы когда, ну, они, когда создавали IPv4, они очень сильно примерялись к тому, что среды передачи данных могут быть очень разные, с большими фреймами, с маленькими фреймами, с очень большими фреймами и так далее. Есть такая штука, это было, помните, на первой лекции, пакет можно порезать на кусочки, засунуть каждый кусочек в фрейм, а потом восстановить из нескольких фреймов один IP-пакет. Проблема фрагментации следующая. Предположим, у вас, давайте мы все-таки запустим, запустим какую-нибудь виртуалочку, ух, сколько их тут. А чистотические фрагментации можно произвести на любом уровне? Ну, в принципе, нет, понятие фрагментации это как раз понятие между сетевым и интерфейсным. Интерфейсы бывают разные, а пакет сетевой вы посылаете некоторого размера, да, и он может через все сетевые интерфейсы пролезть, а через один не пролезть, и там ему придется пофрагментировать на части. Вот. Сейчас давайте мы поудаляем лишние машины. Вы просто говорили, что стараясь делать так, чтобы вся фрагментация по себе раз, чтобы сетевые... Правильно, правильно. Чтобы, чтобы реально вы пилили поток на части, да, а дальше уже не надо было ничего на части пилить. Сейчас покажу, в чем проблема фрагментации. Вот. Давайте все поудаляем. Какое? Он так называется? Я не знаю, правильно оно или нет, но оно так называется. Вот. Поудаляем лишние. Я надеюсь, я не удалил alt-minimal. Я не удалил alt-minimal. Очень хорошо. Так. Давайте мы с вами придумаем машинку сразу. Она к чему должна быть подсоединена? К двум интерфейсам она всего лишь должна быть подсоединена. Это не страшно. Значит, назовем ее как в лекциях. В лекциях она будет называться SRV, наверное. SRV. Вот. SRV, я сказал. Да, мне постоянно напоминают о том, что нужно озвучивать вопросы за аудиторией. Я постараюсь это делать. Я все время забываю. Так, SRV. интерфейс у него будет int.net дополнительный. Вот. И давайте к ней подсоединимся. Вот. Значит, пока она там загружается, что я хотел? Я хотел рассказать про Passant to Discovery хотя бы на словах, потому что мы, наверное, не успеем это посмотреть глазками. Мы слишком много хотим посмотреть глазками. На словах ситуация следующая. У вас есть понятие МТУ. Понятие МТУ это максимум трансфер юнит, максимальный размер фрейма в вашей среде передачи данных. Например, в Ethernet он 1500, что ли, актетов. Что-то такое. Да, вот он, 1500 актетов. Вот, кстати, в лупбеке он аж, ну, максимально возможный, больше просто не бывает. А в Ethernet он 1500 актетов. Представьте себе, что вы послали пакет размером 1502 байта. IP пакет размером 1502 байта. Его каждый раз надо пилить на две части и посылать вместо одного пакета два, вместо одного фрейма два. В одном фрейме будет 1500 байтов, а в другом еще два. А? Каждый раз что вы видите? Каждый раз, когда вы такой пакет посылаете в Ethernet, да, его придется фрагментировать на два. И у вас количество фреймов увеличится внезапно вдвое. Что, в общем, увеличивает нагрузку на соответствующую сеть тоже вдвое. поэтому было бы интересно, да, и хорошо, если всегда 2500, а если где-то там, вот вдалеке, например, вы пользуетесь VPN каким-нибудь, и там вместо 1500 максимальный размер фрейма 1460. И вот вы послали пакет, который вмещается в фрейм 1500, он долез до этого места, где у вас VPN, а там 1460. И опять вы распилили его на части, в котором 1460 байтов в одном, и еще 40 в другом. И у вас нагрузка на этот канал увеличилась в два раза, потому что фреймов в два раза больше по ней посылается. Вот. Поэтому Passing to Discovery это такая штука, когда вы посылаете пакет, в котором написано не фрагментировать, нельзя фрагментировать этот пакет. Он идет, пакет определенного размера. Он идет, 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 идет по средам передачи данных, наталкивается на ту среду, где невозможно этот пакет без фрагментации протащить, потому что там МТУ меньше, чем размер пакета. И ICMP вам возвращает ошибку, что поскольку вы need фрагментации фрагментацию пакета, а чтобы она прошла через тот маршрутизатор, точнее через в ту среду передачи данных, в которой МТУ слишком низкая, вам нужно его фрагментировать. Говорит МТУ. Need to фрагмент до скольких? До тысячи четырех шестидесяти? Окей, сейчас пошлю пакет размером, который влезает в фрейм размером тысяч четыреста шестьдесят. И так до тех пор, пока не дойдет передачи данных, не происходило случайное удвоение трафика. Потому что, повторяю, правильно, только не удвоение. Еще раз, если вы посмотрите пакет размером тысяч пятьсот, и он везде влезает в один фрейм, а на VPN он влезает только в два. На этом VPN будет в два раза больше фрейма. Да, нет, а да, в два раза больше. Значит, мы начальник хотели посылать тысяч пятьсот, а если мы пошлем тысяч четыреста шестьдесят, то мы сразу же два пошли. Нет, не два, один. Почему два? Один. Если мы организуем так, что все пакеты будут размером тысяч четыреста шестьдесят, то эти пакеты пройдут через каждый из наших средопередачи данных, и нигде не будут фрагментированы. Почему два, когда один? Один? Короче. Давайте лучше понастраиваем наш компьютер. Про сетевую маску мы уже говорили, тут пример еще раз, но мы его уже видели, сетевая маска это количество старших разрядов в двоичном представлении нашего адреса, и это адрес сети. Принято сетевую маску писать просто слэш и количество битов в адресе сети, но есть еще старая нотация, вот такая, она довольно неудобная, потому что, например, маска слэш 25 уже не вполне неспроста напишешь, вот 255, 255, 25 что, ну 128 я знаю, а слэш 22, ну в общем вот, 224 наверное, но я вот уже уже врать не буду, да, вот, давайте проверим, кстати, как выглядит сетевая маска слэш 22. 262, я ошибся, не 224. Ну цвет тут, конечно, супер цвет. Да. Ну ладно, жалко, конечно, что он такой супер цвет, я бы хотел, чтобы он был другой. ну окей, надо будет как-нибудь перекрасить, любя я все перекрашиваю. Собственно, цвет там такой мерзительный, потому что я перекрасил свой экстерму, в нем синий цвет слишком темный, гораздо более темный, чем в обычном. Понятное дело, что вот эта вот запись 25, 25, 25 что-то, она работала, когда были сети класса А, Б и С, и Д, да, и С, но сейчас она не работает, вообще все, про эти классы сетей, в общем, можно забыть. Давайте сделаем вот что, давайте мы прямо сейчас без объяснений вот в этом нашем сервере, ну сервере, машине СРВ, настроим выход в интернет, правда без ДНС, но выход в интернет. Просто, чтобы показать, что любая наша виртуалка, склонированная из образа, может быть по-быстренькому подключена к интернету, как это происходит, мы узнаем несколько позже, сегодня не узнаем. но тем не менее, это работает. Для того, чтобы настроить выход интернет, надо вызывать команду API ADDR, ДНС будет вызывать, что какие-то тупые тыщики будут. Да, 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 что ДНС у нас пока работать не будет, потому что мы им сегодня не пользуемся совсем. Вот, мы должны добавить, нет, сначала мы должны поднять интерфейс, конечно, IP-Link, SET, DEV, ETH, 0, UP. Значит, ETH 0, мы помним, что ETH 0, мы никогда в наших лекциях не трогали, это служебный интерфейс, который подключен таким специальным образом, подключен к интернету. Собственно, любую из наших виртуолог можно легко подключить к интернету, чем мы сейчас, собственно, и занимаемся. SET UP, что? Вот, IP ADD, ADD, дальше мы говорим, 10, сейчас скажу, сколько, 0, 12, 0, 2, 15, слэш 24, DEV, ETH 0. Вот, почему именно 10, 0, 2, 15, это специфика виртулбокса, виртулбокс организует специальную виртуальную сеть, вида 1002 что-то, слэш 24, и если вы подключите к этой виртуальной сети свой компьютер, то вам дадут интернет, вот. Значит, вот у нас IP A, вот у нас настройка нашего интерфейса ETH 0, вот у нас маршрут, который, запись в таблице маршрутизации, которая говорит, что за интерфейсом ETH 0 лежит среда передачи данных, IP адреса в ней такие-то, осталось только добавить маршрут по умолчанию. Получится, потому что если вы их не объедините в одну сеть, то для каждой такой виртуалки будет своя собственная сеть с таким же точным диапазоном. Дело в том, что адреса из диапазона 10 что-то можно выдавать одинаковые сколько угодно раз, лишь бы у вас все работало, в отличие от натуральных адресов. Так, а по умолчанию, по-моему, 10.2.2. 10.2.2, да. 2 10 0 2 2 Адреса Адрес дефолт Это адрес вида 0.0.0 через что-то или там слэш 0. То есть мы говорим, что вот в сеть с диапазоном адресов, у которых сетевая маска равняется 24, в эту сеть мы пересылаем пакетики прямо через интерфейс этаж 0, потому что это наша локальная среда передачи данных. А вот если мы не смогли определить адрес сети, то вот 0.00 слышь 0, то есть все остальные адреса, да, когда у вас никакого адреса сети нету, а любой абонент это просто адрес абонента. Мы пересылаем через специальный маршрутизатор, который 10.0.2. Давайте проверим. Давайте мы для начала узнаем, как зовется какой-нибудь Яндекс.ру. Он зовется, ну скажем, 5.255.25.242. Минус N. О! Вот у нас отработал тресрут. До хоста 5.255.255.242. Первый маршрутизатор, который 10.0.2.2, нам вообще ничего не ответил. Второй ответил, третий ответил. Четвертый, пятый, шестой, ну и так до 5.2. Обратите внимание, что мы вышли явно из нашей сети 10.0.2, но попали в другую тоже приватную сеть 10.5, вышли из сети 10.5, попали в третью приватную сеть 10.2.50. Это все еще внутренние диапазоны. Вот. И только на пятом хопе мы вышли в какой-то, ну вот, в какой-то, в какой-то интернет. вот смотрите, обратите внимание, у нас заработала сеть прямо изнутри нашей виртуальной машины, просто путем навешивания правильных адресов на этот самый интерфейс. В принципе, я могу даже то, чего в лекциях нету, продать еще более дешевый способ настройки интернета в любой виртуалке в наших лекциях. Вот. Просто им не надо пользоваться при решении домашних заданий. Вот. А способ такой. Давайте мы все удалим. Все удалим. О! Мы можем запустить специальный сервер, клиент, о котором мы будем говорить ближе к концу семестра, который получит все настройки сети со специального сервера, который раздает эти настройки сети. Фишка виртуалбокса состоит в том, что этот специальный сервер находится внутри мозга виртуалбокс. И это та самая машина, не существующая 10.0.2.2, которой нету. Имитацию этой машины, существование этой машины 10.0.2 выполняет сам виртуалбокс. И от нее мы с помощью протокола DHCP получим все нужные настройки. она говорит, так, ну что, я тут постучалась, попросила выдать мне адрес некто 10.0.2.2 выдал мне адрес 10.0.2.15, выдал маршрут, выдал маршрут через себя по умолчанию, еще и DNS настроил. можно какой-то адрес отберут? Да. Если вы не запросите заново, то у вас его отберут. Но вот этот вот клиент DHCP CD, он как демон крутится, и он постоянно перезапрашивает эти адресы. Вот. И даже видите, в файле etc.resolve.conf вот в etc.resolve.conf лежит настройка доминного имени. Вот. Нам вот этот вот сервер рассказал, кто у нас является DNS. Так что теперь мы можем трейсрут даже yaru сделать. Но это мы сильно забегаем вперед. Кстати, обратите внимание, что большинство вот этих адресов, по которым мы гуляем внутри нашей сети, они даже имен не имеют. Вот только с этого места они начинают иметь какие-то имена. А тут просто какие-то айпишники. Вот. Но это, как вы понимаете, было отступление. Да, елки, я все время забываю, как надо шатдаун писать. Вот так надо шатдаун писать. А мы с вами сейчас уже займемся настройкой. Вот. Вот это мы не смотрели. Я забыл. Ну, вот это мы еще посмотрим. Таблицу получивших ARP соединений, ARP таблицу мы еще посмотрим. Давайте мы поднимем наш SRV, а еще поднимем еще одну машинку. И этой машинке мы сразу три интерфейса сделаем. Значит, WB-SNAP будет он называться роутер. И у этого роутера будет аж три, он будет потянен аж к трем локальным сетям. int нету. Deep 1, ну, Deep и Deep 2. Вот. Напоминаю, что если подглядывать в скринкаст лекций, команда WB-SNAP выдает, какими командами в box менедж я конкретно создавал машины, настраивал их и так далее. То есть тут все на самом деле написано, как создать машину с тремя интерфейсами, подключенными к трем различным сетям. Вот видите, значит, второй интерфейс подсоединен к IntNet, у него тип IntNet и подсоединен к сети под названием IntNet и подсоединен. Третий интерфейс тип у него внутренняя сеть и подсоединен к сети под названием Deep. Четвертый интерфейс у него значит тип внутренняя сеть IntNet Deep 2. То есть все как бы четко настраивается. Ну вот, давайте мы его запущим. Значит, что мы хотим? Мы хотим настроить IP-адреса наших двух машин таким образом, чтобы между ними была доступность внутри локальной сети. Все очень просто. Вот. Значит, вот наш сервер. вот наш клиент. Он будет потом работать роутером, но пока что он просто клиент. Мы просто настроим два интерфейса. Напоминаю, что интерфейс номер 2 в SRV и интерфейс номер 2 в роутере подключены к одной и той же сети инт нет. Поэтому, если мы их сейчас настроим, они должны видеть друг друга. Давайте настраивать. Так. Сначала SRV. Потому что у нас сейчас ничего нет. Поднимаем интерфейс. Добавляем адрес. Сейчас посмотрим, как в лекции, чтобы потом не затупить. 20-31. Окей. вот. И сейчас мы настроим на тоже интерфейс ETH1, потому что, как мы видели, оба ETH1 подключены к одному и тому же внутренней сети на роутере. Та же самая фигня. Вот. И прямо эту команду скопипастим, только адрес поставим 10-32. Вообще говоря, все. Вообще говоря, в этот момент мы уже можем пингать, вполне себе пингать минус C1 наш 10-20-31. Единственное, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас на 10-20-31 запустим нашу любимую программу TCP Dump. Минус XX. Минус ETH1. И посмотрим, какие пакеты ходят. Пустили на вашу любимую. Да. Это наша любимая программа, будем запускать все время. И посмотрим, какие пакеты ходят между нашими машинами. Ну, во-первых, как видите, пинг прошел. Отлично прошел пинг. Во-вторых, как видите, этих пакетов оказалось довольно много. Почему так? Обратите внимание на то, что представляли собой первые два пакета. Это вообще был не пинг, а тот самый адрес Resolution протокол, потому что машине роутер, вообще говоря, нужно было знать MAC-адрес машины SRV, чтобы вообще-то взять IP-шный пинг, завернуть его в фрейм и послать. Мы должны были составить таблицу соседей, что у IP-шника 10, 20, 31 вот такой MAC-адрес. Иначе бы мы просто не смогли прислать ей фрейм. Вот именно этим занялся протокол ARP, он послал реквест, этот реквест должен быть широковещательный, то есть мы не знаем пока что MAC-адрес получателя, широковещательный, это MAC-адрес отправительный, там где-то должен быть IP-шник отправителя, вот он 10, 20, 30, 1, а, нет, это IP-шник получателя. Мы говорим дорогой 10, 20, 31, ты у тебя MAC-адрес-то какой ARP-запрос, и 10, 20, 31, то бишь SRV честно отвечает, я вот дорогой 27E3 вот мой MAC-адрес, получите, вот мой IP-адрес 10, 20, 31, получите, распишитесь. После этого ядро заполняет на машине роутер вот эту табличку, нам ответили, что наш MAC-адрес 0, 8, 0, 27, 61, 58, A3, давайте еще раз на это посмотрим, где это. Вот он. Значит, сам факт того, что мы ответили на ARP-запрос и у нас есть MAC-адрес отправителя, вот это то самое поле и есть ответ на наш ARP-запрос, после чего я вангую, что после этого должен пройти пинг, вот он, но на самом деле до этого просто уровни у нас перемешались, должен еще пройти обратно ARP, потому что SRV тоже хочет знать, какой MAC-адрес у, когда SRV отвечает вот этому, он должен сначала узнать, а какой MAC-адрес у него, но поскольку уровень, поскольку эта штука идет уровнем выше, это уровнем ниже, они тут в тресе перемешались слегка, ну вот, ну а пинг ровно так и делает, мы посылаем IP-пакет, у которого я вот вангую, что здесь будет написано 0800, потому что это IP, а здесь было написано 0806, потому что это ARP, мы послали отсюда сюда ARP, ACMP-пакет echo request, запрос, а нам пришел echo reply, вот тут еще у нас трафик по составлению ARP-таблицы на SRV, ну в общем, вот весь диалог, да, теперь, если мы будем запускать еще раз пинги, они уже по идее не должны, не должны приводить к постоянным ARP-трафику, потому что в течение некоторого времени ARP-таблица считается свежей, но потом они ее обновляют, а вот и они, через некоторое время она становится устаревшей, статус бывает reachable, это совсем свежий, через некоторое время он превращается в delay, это значит, что он устаревающий, через некоторое время он превращается в stayl, это означает, что он изрядно устаревший, и возможно никто не спрашивал давно подтверждение о том, что он живой вообще, этот абонент, может он выключился уже, вот, превратился, и еще через некоторое время он просто удаляется. это настроен так, ядро линукс, это свойство, свойство вообще протокола ARP, быть, вот эти таблицы, они динамические, потому что мы же, это всегда так бывает, ARP довольно часто, вот если вы заглянете с помощью себе дамп в обычный трафик, вы увидите, что ARP очень часто обновляет свои таблицы, потому что, представьте себе, что вы с ноутбуком переключились из одного Wi-Fi в другой. Это же какая-то дикая допускная система. Нет, не дикая. Ну, это про отказ каждый раз. Ну, и что? Это очень маленький фрейм, он один, один, вот. Нет, не дикая. Вообще, в сети очень много вот такого овертрафика, который, по идее, не очень нужный. Именно поэтому, именно поэтому есть такая штука, как Software Defined Network, когда вы сами определяете все, вот у вас есть какая-то связанность, а дальше вы сами определяете, какой служебный протокол, какая, какие ошибки, все сами. Вот. Человек с очень как-то правильно сказать, символичным ником знаток знатоковый пишет в чатике, кажется, к некоторым лекциям нет видеозаписи и в Робе помимо этого канала есть еще один. Ну, в общем, символичный, да. Вот, да, человек, который делает уже много лет видеозаписи, слегка вытащил глаза. Да. Ну вот, значит, мы с вами настроили сеть, у нас пинги идут, и АРП-таблица обновляется. Идем дальше. Как работает АРП, мы посмотрели. Отлично. Ну, это, аппетит, как известно, приходит во время еды. Давайте, поскольку у нас, как мы с вами видели, у машинки роутер есть еще две сети, к которой она подключена, давайте мы сделаем еще одну машинку, которую подключим к сети ДИП, и у нас будет уже три машинки, а роутер будет перекидывать из одной сети в другую. Так, эта машина будет называться клиент. Сейчас, клиент. Клиент. Будет она подсоединена к сети ДИП. Соответственно, сеть ДИП у нас, у роутера находится за интерфейсом ETH2, вот, а у Си... А, она не запущена еще. Вот, а у машинки, у машинки клиента она будет находиться за интерфейсом ETH1. Таким образом, давайте мы еще раз это проверим. Таким образом, у нас SRV подключен к Интнету, роутер подключен к Интнету и ДИПу, клиент подключен к ДИПу. Для того, чтобы с ДИПа добраться до Интнета, роутер должен работать роутером. Собственно, это часть сегодняшней лекции. Так, дорогой клиент, загружайся. Так, значит, дорогой клиент загрузился. Ну что, настроим на нем сеть. Возьмем, ради интереса, совсем другой диапазон адресов, ну, скажем, 104060, как в лекции. Link up, adder, сколько им, 104060, нет, adder, вот, 104060, 1, slash 24, вот. Таким образом, роутер, роутер, таким образом, добавляя интерфейс, добавляя пиадресный интерфейс, мы сразу же автоматически добавляем в таблицу маршрутизации сведения о том, что оппоненты сети 104060, 0, slash 24, это абоненты локальной сети, доступные за интерфейсом этаж 1, к которому будем ходить и в качестве адреса отправителя выдавать 104061. Вот, и мы на сервере, на роутере настроим наш интерфейс, который должен быть этаж 2, вот, на роутере, этаж 2 настраиваем, настраиваем ему адр, ад, этаж 2, 104060, slash 2, slash 24, и я авангую, что сейчас у нас даже пинги пойдут на 104061. Не пошли. А, этаж 3, я тупенький. Вангование мое было лишним. А вот теперь мое вангование сбылось. Вот. То есть, мы сейчас подключили роутер сразу к одной сети и к другой, и связанность между клиентом и роутером, между роутером и сервером есть. Связанности между клиентом и сервером, разумеется, нету. Если мы сейчас попробуем попингать попингать 10, 20, 31, у нас ничего не получится. Почему у нас ничего не получится, что мы пингаем 10, 20, 31? Да вот поэтому у нас нету правила, согласно которому вообще было бы сказано, куда отсылать пакет 10, 20, 31. У нас написано только, что пакеты в 10, 40, 60, 24, можно отсылать куда-то. Давайте попробуем добавить ip.route.ant default via 10, 40, 62. Да, у нас же роутер там, вот. Ну, теперь-то все заработает. Поведение изменилось. Давайте посмотрим, что происходит на роутере. Входящий интерфейс. Вот, ICMP с реквесты идут. И куда они деваются? У нас 10, 20, 31 лежит за интерфейсом этаж 1. Туда они не проходят. То есть, принять мы пакет принимаем, а перекладывать в интерфейс другой мы не перекладываем. И понятно, почему. Мы не сказали нашей Linux машине, что она на самом деле роутер. Поэтому она ничего никуда не перекладывает. Чтобы сказать, что она на самом деле роутер, надо сказать SysKTL. Да, либо надо было сделать мост, но мы сейчас занимаемся не мостом, мы сейчас занимаемся машетизатором. Вот. Сейчас, SysKTL, сейчас скажу, кого. нет IPv4, IP forward. Нет IPv4, IP forward. Вот сейчас он стоит в нулю, если он стоит в нуле, то работать он не будет. Вот мы его поставили в единицу, в единицу, и смотрите, все равно не работает. А почему? А давайте посмотрим. Итак, мы его поставили в единицу. Смотрим, что у нас теперь на этаж 1. О, смотрите, и на интерфейсе этаж 2, и на интерфейсе нтх1 пакеты доходят до нашего SRV, но обратно он их не возвращает. Почему? Вот они до него доходят. Эквиреквест, видите, на SRV. Это на SRV было написано. Да потому, что у него тоже непонятно, он не знает, куда возвращать пакеты, предназначенные для 1060, 4061. 1. Какой ARP? ARP – это преобразование MAC-адреса, IP-адреса в MAC-адрес. Нет. MAC-адрес ему не надо знать. Это другая сеть. Помните, как определяется наличие, принадлежность абонента в вашей среде передачи данных? По сетевой маске. Да? Здесь у нас адрес 104060, а у нас адрес 102030. Это разные сети, значит, нам нужен маршрутизатор. А маршрутизатора нету, мы не знаем, куда передавать пакеты, если мы хотим передавать пакеты в сеть 104060. Поэтому давайте добавим так же, как там, только там мы дефолтный маршрут добавили, а здесь добавим, скажем так, 104060.0.24 via 102032. Что? Road. Адрес. Это не явно указали, куда кидать пакет для этого? Я, смотрите, я явно указал, что если мы видим пакет, предназначенный для сети 104060, то его кидать через 102030. И у меня есть такое подозрение, что пинги пошли. Вот они вот начались вот буквально несколько секунд назад. Как только мы простроили оба маршрута, то есть мы настроили маршрутизацию, мы настроили пересылку пакетов на роутере, мы настроили маршрутизацию пакетов на роутере, и мы настроили маршрутизацию пакетов на клиенте на сервере, пинг заработал. Вот. Вот. Значит, то есть, как видите, вся вот эта машинерия с динамическим пространением маршрута работает вполне себе прилично. За исключением того, что мы должны явно указывать на каждом из этих, на каждом из этих абонентов, явно указывать, как добраться до сети иной. Если, ну, в принципе, я здесь мог написать так же, как и на клиенте, я мог написать дефолт на сервере. Но нет, потому что там еще может быть еще какие-то, ну, короче, вот два разных варианта, которые приводят к одному и тому же. Да. ну, хорошо. Вот. То есть, вот у нас, пожалуйста, обеспечение, обеспечение связанности на уровне IP с маршрутизацией посередине. Не забываем, что маршрутизатору надо велеть быть маршрутизатором. Вот. Как работает табличная маршрутизация? Потому что табличная маршрутизация, вот на примере, допустим, СРВ, да, работает примерно так. У вас есть список в таблице записи вида куда и через что? и этот список отсортирован по размеру сетевой маски. Ну, через что же интерфейс указывается? Нет, не всегда. Не всегда. Смотрите, когда я добавлял, смотрите, вот здесь вот, сейчас, пиадр, я добавлял его, пироутад, вот. Обратите внимание, что здесь я интерфейса не указал. Он автоматически вычислился. потому что мы знаем, за каким интерфейсом лежит адрес 10, 20, 32. Вот. Но главное здесь не интерфейс, главное здесь сетевая маска. Записи эти просматриваются в порядке уменьшения размера сетевой маски. Мы помним, что дефолт это вообще ноль, да, давайте попробуем добиться об этом. Минус n. Сначала минус n. Что? Сначала минус n. А, сначала минус n. Думаете? Нет, не умеет он. Я не помню, как сказать, чтобы он там нули писал вместо... Ну, короче, я не помню, как там сделать так, чтобы он писал нули вместо дефолта, но вот можете мне поверить, что вот это вот дефолт VIA это ноль, 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 слэш ноль. Соответственно, когда мы видим такие таблицы маршрутизации, в которых много разных подсетей с разными сетевыми масками, мы начинаем с самого приоритетного, с сетевой маской, которая прямо вот самая, самая большая. Потому что это более четкая конкретизация адреса, там наименьшее количество абонентов, и если совпадает такая сетевая маска, мы перенаправляем туда, принимаем решение маршрутизации, если сетевая маска следующего размера, то следующая, ну и так далее. Все. Собственно, вся, 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 как бы, вся премудрость. Вот. Мы можем, например, даже здесь устроить, ну ладно, если будет время, попробуем даже сделать выход в интернет для всех абонентов, но у нас просто есть еще более приоритетные задачи, чем это. Вот. Значит, получаем пакет, постраиваем все, просматриваем все записи в таблице, из них выбираем те, которых, в которых адрес сети совпадает с адресом получателя, и из них выбираем ту запись, которая наиболее приоритетна. Вот. Если это запись, сеть за интерфейсом, то уже можно, можно перекладывать это делфрейм. Такие дела. Вот. Ну, Димка, Димка, наш тоже постоянный слушатель, сказал, что можно просто утилиту road вызвать, и она напишет нули. Вот. Вместо ip road можно сказать road. Это такая старая, более старая утилита, чем... Вот road минус n, видите, показывает ту же самую таблицу в другом немножко виде. Спасибо. Спасибо, Димка. Вот. Но, значит, дальше больше. Давайте сделаем еще один клиент, который присоединим к еще одному интерфейсу нашего маршрутизатора, для того, чтобы понять, как нам быть, когда у нас есть какие-то хитрые конфигурации в сети. Так. Значит, берем, говорим, что он называется... А как он называется? Сингл он называется в лекциях. А сеть у нас называется DIP2. Подключаемся к нему. Вот. Что я сейчас хочу рассказать? Значит, в принципе, о том, как работает маршрутизация табличная вот такая, мы уже представление себе составили. Есть настройки маршрутизации, есть маршрутизатор по умолчанию, в который присылаются все пакеты, есть целевые маршрутизаторы, более конкретные, в которые присылаются пакеты, предназначенные таким-то или сяким-то сетям. Вот. Дальше все это упорядочивается в порядке приоритета этих самых сетевых масок, а дальше прикладывается адрес получателя к этой сетевой маске, и если он принадлежит соответствующему, если выясняется, что получатель принадлежит соответствующему соответствующей сети, то туда-то, на тот-то маршрутизатор соответствующий пакет пересылается. Напоминаю, что поскольку дефолт это сетевая маска размером 0, любой пакет принадлежит такой сети, вообще любой, ну и соответственно маршрутизатор, дефолтный маршрутизатор всегда принимает пакеты, которые предназначены кому бы то ни было, если мы не определили более точного маршрута вот этот самый сингл еще один сделанный нами еще один сделанный нами хост присоединен к еще одному интерфейсу этаж 3 роутера вот и мы ради исключительно разве ради извращения сейчас настроим на нем адрес из того же диапазона 104060 в принципе плохая идея если у вас есть два две среды передачи данных и вы на них наваливается адреса из одного диапазона далеко не по не сразу понятно как будут абоненты этих двух разных средств передачи данных считать что у них все компьютеры в одной среде передачи данных и видит друг дружки на mac адреса похоже надо бридж настраивать при этом тогда будет работать мы помним что на бридж интерфейс можно навесить айпишник и тогда будет вам на но мы сейчас про бридж уже не говорим бридж вы делали в домашке мы сейчас попробуем сделать это средствами айпи такими вот да значит сразу скажу что средствами айпи можно было сделать вот как можно было тупо разбить нашу подсеть slash 24 на две подсети slash 25 и выделять в одной подсети вот в этом в этом дип выделять адреса только из первой подсети slash 25 ну скажем там 0 1 2 3 адреса а во второй в в дип 2 выделять адреса только из второй подсети slash 25 но 129 130 ну короче вот в которых бит 128 равен единице обе эти сети будут являться сетью slash 24 с точки зрения какого-то стороннего наблюдателя но при пересылке на роутер и там где мы везде поставим slash 25 все это будет работать я бы это сделал но это как раз тот механизм который мы и так знаем вот поэтому делать во время на это у меня нету то поэтому я буду чуть более извращенные вещи применять вот а именно таки настроим наш сингл прямо вот так что мы сейчас сделаем во первых мы сделаем тот самую сеть slash 32 которые не сеть да у которой нет ни одного абонента как говорилось в начале лекции эта штука предназначена для того чтобы отмечать интерфейсы у которых есть опять адрес и все вас да мы говорим что у нас на нашем это ну давайте прямо с копипастим все это безобразие сюда поднимем это сингл значит роутер поднимем пусть на символ кстати не этаж 3 этаж 1 вот на роутере поднимем интерфейсе этаж 3 привесим к нему к интерфейсу этаж 3 привесим к нему айпи адрес у которого сетевая маска равна 32 вот это позволит нам не менять таблицу маршрутизации вообще поскольку нечего маршрутизировать в эту сеть вот в эту у нее нету ни одного абонента у него весь адрес занимает сетевая маска но мы можем руками приписать туда что хост под названием допустим 10 40 60 100 находится там прямо в роут добавить и привесить вот этот адрес 10 40 60 100 абоненту сингл сейчас давайте тоже скопипачу просто чтобы быстрее было вот и там проделать такую же такую же упражнение мы приделали обратите внимание что от создания вот такой сети таблицы маршрутизации не обновляются от создания вот такой сети таблицы маршрутизации не обновляются потому что в ней не подразумевается других абонентов вот и мы должны просто руками туда добавить дефолт вот причем сначала мы должны сказать что у нас соответствующий маршрутизатор лежит за сетью этаж ноль хотя это это из это это ничего не следует потому что свой маска 32 а потом мы скажем что дефолтный дефолтный роутер смысле дефолтной маршрутизации через этот маршрутизатор идет вот наши настройки и так мы настроили на абоненте сингл специальный вид специальный вид сети в которой нету ни одного абонента а вопроса маршрутизации мы решаем вручную путем добавления соответствующих записей в таблицу маршрутизации и то же самое настроили народе вот у нас есть сведения о том что за интерфейсами этаж 3 лежит штука 100 вот при этом я вангую что ну пинг во первых должен зайти до пинг зашел во вторых я подозреваю что ссрв пинг зайдет в третьих я подозреваю что с клиента пинг не зайдет почему так так потому что на клиенте у нас нету сведения о том что какой-то левый совершенно абонент из нашей клиентской десять шесть сорок шестьдесят находится в другой среде передачи дом мы должны либо здесь пробить такой же маршрут вот вот такой маршрут и тогда бы это заработало если мы здесь пробьем такой же маршрут как на роутере и скажем знаете что вот туда пересылает она может быть и заработать потому что мы пробьем маршрут слэш тридцать два этот маршрут слэш тридцать два самый приоритетный все вот но есть способ более извращенный который я хочу вам продемонстрировать ради которого я затеял вот эту вот конфигурацию итак у нас есть абонент сингл он ему выдан единственный адрес из диапазона десять сорок шестьдесят про это сделана запись в роутере но про это не сделана запись в клиенте почему пинг не идет потому что клиент считает что наш абонент 10 40 60 100 лежит в нашей локальной сети значит ему надо определить mac адрес и послать ему фрейм но только он не лежит нашего комиссии для этого для того чтобы это преодолеть есть такая технология она называется арп прокси ну или прокси рп не знаю как правильно идея стоит следующим в смысле даже для снова роутера арп это всего лишь фрейм который ходит в сегменте ethernet что значит проходит даже до никуда он не проходит но мы можем сделать так мы можем настроить роутер чтобы он отвечал на рп запрос относительно адреса 10 60 100 что это мой опять адрес mac адрес на рп запрос относительно 10 что будет возвращаться роутера тогда наш клиент который клиент будет говорить о так это твой мы сейчас я тебе пришлю пакет громче ну нет это именно это не на то что никто ничего не преобразует поскольку тут два разных уровня протоколов рп и собственно и пи никакого преобразования не требуется у нас спрашивают расскажи мне мой адрес адрес абонента 10 40 60 100 мы говорим это мой мак адрес о говорит клиент сейчас я тебя пишник пришлю присылает а пишник а мы маршрутизируем все вот давайте это сделаем во первых мы добавим нет у нас не проходит арк потому что к интерфейсу которым присоединен сингл дип 2 не присоединен хост клиент дип 2 сеть дип 2 на которой висит сингл видит только роутер больше ни одного мак адреса на этой сети не существует поэтому когда мы посылаем запрос он и сесть на него никто не отвечает под не прокидывает ethernet фрейм потому что он не бридж а рп это протокол низкий и он предназначен именно для ситуаций когда когда мы смотрим в нашу таблицу маршрутизации понимаем что наш абонент принадлежит нашему же нашей же среде передачи данных поэтому когда сингл посылает в свою сеть где никого нету кроме роутера а рп запрос на мак адрес клиента ответить там некому и сейчас мы будем делать такую штуку мы будем отвечать вместо клиента своим мак адресом с роутера а получив айпи пакет просто его маршрутизируем вот в этом идея так ну чё значит это называется api neighbor мы это значит издевательство над таблицей а рп над таблицей соседями что там прокси от прокси от прокси какой прокси мы будем добавлять мы будем говорить что 10 что вот мы будем говорить что на интерфейс этаж 2 мы будем сообщать свой мак адрес когда нам будут спрашивать мак адрес адреса 10 40 60 100 того сингла вот вот то есть если из интерфейса этаж 2 придется промок ма а рп запрос на адрес 10 40 60 100 мы скажем это мы а на самом деле он лежит за этаж 3 но когда нам пришлют айпи пакет мы понем поймем что это не наш айпи адрес мы вызовем и отошли этаж 3 собственно мне кажется что я уже все настроил что все сейчас будет работать давайте попробуем нет да побежала обратите внимание на то какие значения лежат в а рп таблице в таблице соседей нашего клиента у нас есть маршрутизатор 10 40 62 с мак адресом 8 0 27 74 13 а 4 и у нас есть вот этот удаленный хост 10 40 60 100 с мак адресом тем же самым и это результат работы рп прокси мы просто сказали что это наш мак адрес а когда мы его получили на роутер мы посмотрели в айпи пакет нет не наш айпи пакет но мы не мы мы знаем где лежит здесь 40 60 стоят основе туда здесь все конечно с таблицем со стаблицем ак адресов все четко вот такие дела вы путаете слово прокси слова рп прокси нет конечно в основном в реальной жизни все-таки делаются бриджи для таких случаев потому что рп прокси это же способ смаршрутизировать да то есть не объединить реально две среды передачи данных а именно смаршрутизировать айпи пакет путем вот такой ретрансляции ну как бы проксирование рп запрос но в принципе в принципе ваше подозрение верно вы можем в айпи в а 1 2 вот этом пакете айпи который все все рулит там есть даже способ точнее я соврал в ядре в ядре да есть даже возможность вообще врубить тотальный прокси рп чтобы он всем вот я такой всем отвечаю вот кто бы у меня не спросил про какого-то абонента могу буду говорить я мне будут присылать айпи шнек а я буду отсылать под нужного маршрута то есть можно сделать такой бридж но который не бридж да то есть у нас будет вся при не принятие решения мушкутизации будет находиться на уровне 3 на уровне сетевом но за счет того что все вокруг будут считать что мак адреса всех машин мои нет если они реально не находятся в одной среде передачи данных он же не будет проксировать из этаж 2 в этаж 2 да он будет проксировать между изолированные среды передачи данных вот если они как-то там еще объединены но это уже как это проблема администратор традиционно мы не успеваем ничего поговорить про ipv6 да у нас время уже закончилось вот это к лучшему потому что про ipv6 надо говорить не не три минуты чуть ли не больше чем про ipv4 вас если очень коротко ipv6 адреса очень большие их по идее должно хватить на всех в них тоже есть при при структуризации опять адреса и тоже есть поля которые много чего значат вот но все равно вот 64 бита на интерфейс идентифайр вполне достаточно чтобы раздать всем еще осталось в ipv6 нет широковещания такого как в нашем понимании но зато есть мультикаст как вещание один в несколько еще есть и не каст когда мы посылаем пакет вот как каким способом он дойдет таким пускай дойдет нам не интересно горшу попал кому пойдет тому и ладно и не вас адреса уровня link local который можно вообще выдавать автоматически по моему да потому что они генерятся на основе там акадресов чего-то еще вот но link local этот примерный аналог вот этого нашего 10 0 или там 122 168 потому что они не должны выходить за пределы нашего сегмента 21 вот ну вот обычному кадре записывается вот так он довольно длинный вот да в мак в api в 6 нету вот это вот мрачного чудо с пасом то дискавери потому что она либо сразу применяется станет фрагментации там либо по умолчанию сразу прибит гвоздями mt discovery либо на стороне отправителя мы просто измельчаем пакеты насколько можем вот фрагментации там нету вот там нет лишних проверок cfc вот ну а дальше там ну и вот значит чтобы понять что мы с вами не поговорили про муштизацию ну скажем так поговорили про муштизацию примерно на треть а то и на четверть если не меньше мы ничего не говорили с вами о том как решается задача номер два обеспечение связности и мы ничего с вами не поговорили о том как решается задача не статической настройки маршрут вот обо всем этом поговорить до конца мы не успеем потому что у нас есть еще одна интересная тема в следующий раз так называемая целевая муштизация которая не связана с таблицами связано с правилами вот домашнее задание в домашнем задании надо будет взять четыре машинки и объединить их вот в такую цепочку и обеспечить видимость вот этой машины от этой машины все любым доступным вам способом на уровне и пик то есть не бриджом а чем-нибудь еще у меня была идея заставить сделать вот здесь вот прокси rp а вот здесь вот настоящую муштизацию но я забил на это делать как вам удобно вот ну да для того чтобы ну на самом деле нет поскольку на самом деле просто дефолт роутер прописывается вот здесь вот вот этому вот этот дефолт роутер а вот этому вот этот дефолт роутер и вся сама работа ну я говорю я именно поэтому не стал конкретизировать задачу добейтесь связности между вот этой машины и вот этой путем манипуляции настроек маршрутизации а не бриджом вот и все вот вся за вся домашнее задание вопросы нет вопросов тогда у нас с вами первая половинка разговора про маршрутизацию в linux закончена всем спасибо вот я успел все что хотел мне это радует следующий раз мы продолжим говорить про маршрутизацию уже в другом ключе вот что уст не обещаю что я сделаю все что это планировал ну вот вот все всем спасибо до до новых встреч до свидания